У деревни Дихановка спасатели развернули настоящий мини-аэропорт. Несколько минут приготовлений к беспилотнику прикрепляют видеокамеру, проверяют готовность самолета к вылету. Командующий задает с компьютера летающему разведчику маршрут. Умная машина даже в случае сильного ветра или непогоды будет лететь строго по заданной траектории. В небо мини-самолет запускает катапульты, напоминающие большую рогатку. И вот уже через несколько секунд леса Бейского района как на ладони, точнее на мониторе. С высоты птичьего полета камера видит огромные территории, может заметить малейшие очаги возгорания. На данный момент у нас на экране беспилотный летательный аппарат находится на высоте 300 метров от уровня земли. Скорость движения аппарата составляет 65 километров в час. Аппарат находится на расстоянии 4585 метров от населенного пункта Бея. В Хакассии подобные беспилотники для отслеживания пожарной обстановки используют впервые и заставили страшные пожары прошлого года. Особенность этого беспилотника, я бы сказал, его дальность и возможность покрытия больших пространств и территорий. Потому что он имеет крестовскую скорость 65 километров в час, максимальную 120 километров в час. При этой скорости, и учитывая, что у него рабочее время полтора часа, то есть можно примерно представить, что он может покрыть территорию 50 километров в одном направлении, 50 километров в обратном направлении. Небесных разведчиков привезли из Красноярска. Коллеги из соседнего региона мониторят леса и степи Хакассии уже вторую неделю. В настоящий момент, пока у нас обстановка пока накалена, только в степной зоне. У нас за выходные около 11 степных палов лесоплесные пожары пока на территории отсутствуют. В этом году хакасские спасатели намерены запустить собственные беспилотники. Они, конечно, влетят в копеечку, но безопасность этого стоит. Обычное авиапатрулирование с вертолета обходится гораздо дороже. Один час с облета стоит десятки тысяч рублей. Да и времени тоже занимает много. Виктор Буров, Антон Новожилов, Вести, Хакасия. Субтитры создавал DimaTorzok